Политика, религия, секс. Три центральные темы романа Мишеля Уэльбека «Покорность», за которой впервые взялись в Российском театре. При том, что во Франции, откуда он родом, его ставить и вовсе боятся. В день, когда эта книга вышла в 2015 и карикатура на писателя была на первой полосе Шарли Эбдо, в редакции журнала произошел теракт. Талгат Баталов, режиссер спектакля, во время работы списывался с Уэльбеком. У него реакция была довольно позитивная. Он был очень сильно удивлен, что покорность поставят в России. Он вообще удивлен, что ее где-либо будет ставить. Сказал, что он это всячески поддерживает. И мы хотели даже его пригласить сюда, пытались. Но он сказал, что он человек довольно депрессивный, теперь живет в лесу и вообще практически перестал путешествовать. Главный герой покорности, альтер-эго писателя, профессор Сарбоне, которого мы застаем спасающимся от кризиса среднего возраста с помощью алкоголя и близости со студентами. Во Франции при этом на дворе якобы далекий 2022-й. И к власти приходит исламская партия «Мусульманские братья», кардинально меняющая жизнь граждан. На главную роль Талгат Баталов позвал Владимира Мишукова, много снимающегося в кино, а вот в театре не играющего вот уже 8 лет. Поначалу артист сказал, что никогда не выучит только текста, теперь говорит, что выучил больше, чем за всю свою жизнь. Сам роман произвел на него сильное впечатление, так же, как история его героя, который в итоге вращается в ислам вслед за большинством. Мне будет дан второй шанс. Шанс начать новую жизнь, по сути, никак не связанную с предыдущей. И я ни о чем не пожалею. Надо сказать, что жизнь, я надеюсь, вы все со мной согласитесь, она бывает только личной. Другой жизни не бывает. И для меня основная проблема в том, что когда происходит вторжение в твою личную жизнь, чего-то неличного, будь то политическое или религиозное, спортивное или медицинское, это не важно. Я считаю, что нельзя вторгаться в личную жизнь человека. Нельзя его ни принуждать, ни травить. Для актрисы Стаси Милославской, она играет студентку, которой утешается профессор, эта постановка тоже стала испытанием. Я ребенок советских родителей. И разговоры на какие-то откровенные темы, они мне даются с трудом. Потому что, ну, как-то это всегда было, как бы, под семью замками. То есть какие-то... А здесь достаточно откровенный текст с вызовом. И поначалу я когда прочитала, ну, боже, нет, я не смогу это сказать вслух никогда вообще. Создатели спектакля уверены, маркер фантастика очень условный для этого произведения. Эта история для них глобально про несвободу, навязывание своих взглядов, тотальную покорность. Правда, здесь она спасает героя от полной потери себя в его жизни, в профессии, в стране. Иллюзия ли это? Вопрос, который повисает и после романа, и после спектакля. Ирина Разумовская, Елена Хвостова, Александр Капустянский. Новости культуры.